Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем искать доктора Горского в игре The Invincible. Да, я всё время говорю другое слово, оговариваюсь постоянно, почему-то для меня это какая-то сложность. Последний контакт с Регис был около полудня, жутковатое зрелище, связь оборвалась, так, он не забрал тент, затем он вообще отправился, зачем он вообще отправился сюда в одиночку, зачем вы вообще два действия диалоговых мне поверх друг друга делаете, вот вопрос. Просто невероятно! Здесь всё сделано из таких конструкций, вот только теперь они не похожи на природные. А, может именно поэтому Горский так типа, ага, полетели сюда, они прилетели сюда что-то искать. Эти конструкции складываются во многоэтажные комплексы, это как будто город. Ясно, вошла в странный металлический город, не будем делать поспешных выводов. Где флаг-то, ё-моё, был флаг, вот он. Доктор Горский поставил флаги. Стало быть, он пошёл дальше, даже потеряв связь с остальными. Вот бы вам это своими глазами увидеть, это место, возможно, Горский слишком увлёкся своим открытием. Вы шутите, доктор? Мне кажется, он обнаружил что-то важное. Он, конечно, не отличается уважением. Мне кажется, он здесь что-то обнаружил. Просто я должна читать и то, что он там говорит, и то, что я должна типа дальше сказать, потому что это на время. Это очень странно, вот в плане диалога всё решено, очень странно. Что ж, стоит признать, это ему действительно свойственно. Вы должны его отыскать, доктор, я стараюсь. Я работаю над этим. Пароход, мост. Ээээ, и сто. А я могу вот здесь пройти? А я могу здесь пройти. Что там на местности? Эти конструкции по-прежнему повсюду. Да, куда ни глянь, везде металл. Вот я говорю, тут не нужно нажимать пробел, чтобы куда-то забраться, но я всё равно нажимаю. Зачем? Затем же зачем, чтобы выйти из карты, я нажимаю Escape. Привычка! Так, я вот обошла это всё, значит, кругом. Ой! Так, вон наш этот пупс. Вон наш пупс. Чего ты там нашёл, пупсик? Так, вижу зонт, он нашёл что-нибудь интересное. Он в порядке? Не совсем. Включаю защиту от перезагрузки, пока я не сброшу настройки на наручном управлении. Это из-за моего полёта? Возможно, но вы не берите в голову. Главное, вы в порядке. Я могу помочь. Похоже на дефект, а не на защиту. Тогда дело за вами. Может, дефект? Система безопасности далеко не идеальна. Это часть функ... Это не дефект, это фича, короче, по-моему, он сказал. Позвольте вам помочь. Может, я могу чем-то помочь? Я ведь могу закрыть вручную. Для начала подскажите направление. Проведу зонт к вам. Принято, приступаю. Для начала давайте подумаем, куда его послать, иначе вы помочь не сможете. Ну, давайте, вот сюда. Вот, нашла подходящее место. Приятно, да, принято, приятно. Принято, жду указаний. Посмотрим. Угу, пять метров вперед. Поверните зонт. Нет, точно надо повернуть. На 120 градусов. Точно не 180. Ладно, а теперь... Ой, нет, видимо, надо было 180. Хи-хи-хи. Еще на 40 градусов надо. Э, ну ты же не туда смотришь. Ну, давайте... 13 метров вперед. Ну, конечно, вообще не ко мне полетел, но может... Стоп! Эй! Так, 45 градусов вправо и 4 метра вперед. Да. Я здесь, мой круглик. Я это не выбирала. А, ну ладно. И два метра вперед. Тимитис поводь. Привет! Можно приземляться. Приземляйся, мой сладкий. Мой хороший. Я сейчас тебе помогу. О, странно сел. Ладно. А что мы делаем? Мы его решили доломать? А, его надо закрыть. Все, я поняла. Не злись. Это не злость. Это предупреждение. Знаю, знаю. Не за что. Круглик. Я его буду звать Круглик. Мне пофиг. И че? Что мне это все дает? Я все еще не понимаю, куда мне деваться. Че у нас за задание-то? Найдите доктора Горского. А если вдруг кто-то забыл. Задание в этом. Мне надо к флагу? Или как? Мне как-то еще выше надо забраться. А как я заберусь выше? Вот она реально просто как мешок с картошкой везде падает. Как-то это не по-астронавски. Я там уже была. Ну и что? Назови мне новое место, где ты хочешь побывать. Мы в них не можем попасть. Понимаешь? Моя хорошая. Вряд ли я могу прыгнуть, да? Не понимаю. Вот здесь что-то какое-то говно. Чего я пырем-пырем? Я пытаюсь придумать. Отстань. Куда мне? Опять 25. А, вот какой-то проход еще. Похоже на рощу пандо. Я понятия не имею, о чем вы, доктор. Колония популус траммелоидс, американских осинообразных кого? Новые деревья растут не из семян, а из корней отростков старых деревьев. Иными словами, это огромный живой организм с тысячелетней историей. Получается, вы в лесу из метрового металла? Да, звучит странно. Хотя, может быть. Может быть. А может и не быть. Так, ну я иду хотя бы правильно. А я здесь смогу спуститься? О-о-о. А флаг где? Следы. От его ботинок. Идите по следам. Следы. В смысле? Так они здесь прерываются, алло. Следы эти ваши. А, так тут еще и мои. Я сама наследила. Ёперный театр. Откуда я знаю? Ну я туда пойду. Больше некуда. Так, опять следы. На этот раз от ладони. И брошенный детектор. Что? Я не ослышался? О-о-о, да. Мне это тоже не по душе. Нет, не ослышались. Боюсь, сейчас ничего нельзя исключать. Но это не значит, что нужно готовиться к худшему. Я все еще верю, что вы найдете его, доктор. Найти это я найду стопудово. А жив он или нет, это уже вопросики. Прохода нет. Без шансов, без вариантов. Придется возвращаться. Я выбрала не тот путь. А, надо было за Круглым идти. Круглый ты сразу понял. А может уже его вот этот за... О! А, это он ведет к зонду, что ли? Круглый. Опасный спуск. Никто в здравом умении решился бы здесь спуститься. Но, Горский... Я опять кое-что нашла. Слушаю вас. Все то же самое. Возможно, его скафандр поврежден. Горский зашел с ума. Возможно, его скафандр поврежден. Если брешь не превышает 20 миллиметров, реактивный полимер должен затянуться. Верно. И все-таки ситуация выглядит все хуже и хуже. Опять его снаряжение. В лагере вы нашли брошенные вещи, Марит. Рюкзак и журнал, да. Пугающее сходство. Так, это интересно. Попробую вот здесь обойти. Круглый. Ты... Ау! Ауч! Ясно, что случилось? Пришлось срезать. Намеренно. Не совсем. Ну вот, а ты боялась. Что за шорохи? Так, ну зато мы внизу. Круто. А где снаряжение-то? С другой стороны, что ли? Не очень понимаю. Локатор говорит... О! Наконец-то я обнаружила его местоположение. Видите его? Пока нет. Да ё-моё! Сколько можно? А что мне надо сделать? Ага! Вон, мне в дырку. Вот так-то. А ты круглый. Как в дырке-то оказался? Ты явно больше этой дырки. Эээ! Горски, вы здесь? Это я, ясно? Тишина? Увы. Блин. Мне почему-то становится страшно. Тут какие-то элементы хоррора появились. О! Вот он, вижу! Я рядом с ним! Он не двигается! Очки с ним... Очки целые. Горский! Горский! Посмотрите на меня! Глаза закрыты. Он дышит? Он жив, но едва держится. Эээ, ему грозит гипоксия. Похоже, он без сознания. Я не знаю, что такое гипоксия. Нет, ну типа, что он задохнется, по-моему. Ну, вроде... Горский, ну уже! Спокойно, доктор. Постарайтесь его вытащить. Зонт уже ищет место для посадки. Давай. Пойдем. Бедолажка. Уф, готово. Это что такое, мы нажали? Я включила его сигнал SOS. Вы должны получить его показатели. Ну что? Нет, ничего. Видимо, передатчик на скафандре слишком слабый. Может достать усилитель из рюкзака? Не поможет. Лучше установить релейный передатчик. Он в любом случае нужен, чтобы сверчок мог нормально приземлиться. Ну, супер. Я провел первичные сканирования местности поблизости. Есть подходящее место. Отнесите Горского туда. Зонт покажет дорогу. Сначала нужно дать ему кислород. Но ведь он в таком состоянии. Нужно поделиться с ним кислородом, астрогатор. Вам понадобится запасной баллон. Так, я дам ему свой. Ну, я дам ему свой. Ни в коем случае. Я вам запрещаю, ясно. Если вы потеряете сознание, доктор вам не поможет. Вообще, да, это тупое решение на самом деле. Типа, как, знаете, что надо сначала кислородную маску надеть на себя, а потом на ребенка. Мембрана кажется цела. Что вы сказали? Ну, блин, да, это реально тупое, тупое решение. Посадочный аппарат близко. Я скоро вас подключу. Вас не слышно, доктор. Ничего особенного, астрогатор, помехи. Зачем ты вслух вообще все это рассуждаешь? Все, пойдемте. А мне укажут хотя бы место? Потому что у меня сейчас будут руки заняты. Я даже не посмотрю в карту. Хотя я не пробовала на самом деле. Так, и что? Так, мы идем. А, нас проводят. Почему такое моргание активное происходит? Круглый. Я надеюсь, мы недалеко пойдем-то. Ой. Вы уже вышли на открытую местность? Да. Это он здесь собрался садиться? Настройте передатчик, чтобы я принял сигнал Горского. Как? Что мне надо сделать? Ну что, что? Я ничего не могу сделать. Ага. Надо было дойти до какой-то точки, чтобы она бы положила сама. Настройте передатчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Что надо сделать? А, надо его поставить. О! Какая приблуда приколдесная. Пульс сердцепиение, ситуация почти в пределах нормы. Ясно. Ай! Что это было? Не знаю. Все трясется. А-а-а. Ой. Нет. Нет, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, оперный театр. Мой круглый меня спасает. Пытался. А я поймала зонт, я... Ух ты! Ну, она прям это и сказала, да. Я лечу. Что? Доложите обстановку. Пипец. Сейчас нам опять надо будет подниматься наверх. Да? Что? Что это было? Астрогатор, я под землей. Сложно определить, где именно. Новик, как слышно? Да не хренать, а не слышно уже, угомонись. База, как слышно, СОС? Кто-нибудь меня слышит? Так, спокойно, соберись. Все нормально. Выберитесь на поверхность сердцебиения, учащенное. А где же круглый? Мы очень низенький человечек. Какой-то маленький. Резервуар с водой. Вода, скорее всего, непригодна для питья. Лучше не рисковать. Твою мать! Что? Инфильтрационные воды нет слишком глубоко. Поверхность скользкая, видимость низкая. Учитывая все обстоятельства, ситуация безнадежная. Хотя бы сигнальные огни остались. Прикольная какая штука. Ну давай. Загорайся, штука. Не загорается штука? Не прикольная фигня. А выглядело прикольно. Тише. Тише. Спокойно. Ты же сама сказала. Надо успокоиться. И просто идти вперед. Так, осторожно. Ой! А надо было просто успокоиться. Надежды нет. Шансов нет. Без шансов. Глубокая пропасть. Узкий проход. Я не могу. Я просто не могу. В общем, мне жопа. Написано по-другому. Такова моя профессиональная оценка. Жопа. Другое слово написано. Прочитайте, если вы слушаете меня, а не смотрите. Жду вас. Ой, ждите, ждите. Будем, да. Новик. Если сигнал еще есть. Это не на время. Ладно, даже попить не дали. Я почти на поверхности. Опять рация сломалась. Черт. То ли рация сломалась, то ли я слишком глубоко. Может, если поднастроить? В самое время. Говорит база. Повторяю. Я вас слышу. Говорит Новик. Повторяю. А вы меня, видимо, нет. Так, 14-20. Вот дерьмо. Лучше бы было наоборот. Че делаем? Я туда не пойду. Ладно, я уже иду, астрогатор. Я уже все, да. Я прям близка к косплею Лары Крофт. А потом буду близка к вам. Так. Неплохо. Сохранили даже после этого. Как хорошо. А зачем я здесь, кстати? А, непонятно. Подождите. А действительно, зачем я здесь? А-а-а. А-а-а. Как же было бы круто, если бы нам в конце все-таки рассказали, что случилось. А не как во всех современных играх. Ну, они умерли. Подумайте над этим. До свидания. Астрогатор. Сигнала. Астрогатор. Ох. Тишина. Как бы с ума не сойти. Постоянно докладывать обстановку надоедает. Но тишина куда хуже. Горский уже мертв. Горский уже мертв. На меня что-то напало. Значит, ему тоже, скорее всего, досталось. Надеюсь, вы за ним присматриваете астрогатор. И мы за ним вернемся, если я сама выживу. Блин, а я не понимаю, куда мне идти. Не сюда. Да. У нее клаустрофобия, что ли? Она, когда оказывается в таких маленьких пространствах, ей прям плохеет. Вообще, это как бы звучит аналогично. Думаю, сюда. Прикольно, ты думаешь. Это хорошо. Потому что я вообще просто на шар уходила, если честно. Ну, мне же наверх, правильно? Вот и карабкайся. Мне кажется, я что-то кругами опять хожу. Ну, короче, мне вот в горку. Потому что мне надо на поверхность. Отдыхать некогда. Останавливаться нельзя, конечно. Нет, нельзя. Вы это правда сказали? Кажется, я начинаю сходить с ума. А может, это и произошло с ними? А может, никакого Новика нет? Они все с ним разговаривали, а потом сошли с ума. Просто хватит. Что хватит-то? Скорее. Быстрее. Время на исходе, ясно? Мы тут жизнью рискуем, ясно? Хватит с меня этой ерунды. Не могу я больше. Хорошо, ясно. Доктор, я из-за вас с ума схожу. Умейте выбрать момент. Вы, как всегда, вовремя. Когда что-нибудь посоветуете? Что-нибудь еще посоветуете? Нет, не... Так я и думала. Вы знаете, я сделала все возможное. Но этого оказалось мало. Я не хочу сдаваться. Нет, нет, нет. Я платила еще как минимум три часа геймплея. Пойдем. Я не сдамся. Просто отдохну. Нет. Два дня, 48 часов. А, что? Сколько мне положено ждать перед отлетом? Я бы мог нарушить все правила. Плюнуть на морально протоколы. Оставить ковали и отправиться за вами. Поставить одну жизнь выше другой. И, скорее всего, обречь нас всех. Все-таки я настроен поступить именно так. Нет. Вы мне даже спокойно... Вы мне даже спокойно умереть не даете. Давай, ползите, сказала. Ничего не знаю. Адреналин врубай. Не знаю, полу... Я справлюсь по-другому никак. Я сказала. Я не сдамся. Нет. Сдаться можно, если у тебя нет сил, и ты не видишь путь. Как идти? Без сил, как бы, идти туда не знаю куда очень тяжело. Астрогатор, у меня получилось. Опа. Скелет? Жаль, вы меня не слышите. Глазам своим не верю. Костя какой-то доисторической рептилии. Значит, на суше все-таки была жизнь. Наконец-то доказательство. На поверхности Ригас-3 была жизнь миллионы лет назад. Но сейчас этой жизни почему-то нет. Может, дело в радиации что-то не позволило живым существам выбраться на сушу. Что-то не позволило. Мне начинает казаться, что кто-то или что-то удерживает формы жизни в воде. Так, тут дальше никуда мы не идем. Если так, то эта сила по-прежнему их не выпускает. Вопрос в том, довелось ли мне с ней столкнуться. А че? А че? Мне нужно беречь экипаж. А че, перепрыгнуть они могут? Вы как будто никогда не устаете, Новик. Нет, тут нет прохода. Ввожу пароль. Стойло. Хм, я слышу вас все лучше. Буду повторять сообщение. Похоже, я уже близко. Да, где близко-то, е-мое? Я вообще ничего не понимаю. Мне надо как-то пройти. Вот здесь, что ли? А, вот. Так. Вот здесь пойду. Это реально просто скелеты. Опять ископаемые. Ну да, самое время для раскопок. Если я здесь застряну об этом открытии, никто никогда не узнает. Если, конечно, штаб не отправит за мной новую экспедицию. Тогда они эти кости найдут и мои заодно. Нет. Господи, показалось, что это человек лежит. Какой-то мумифицированный. Сюда я не могу пройти. Могу вот здесь. Так. Ну, вроде бы, хорошо, как бы, идем, да? Тогда, Ош... И неужели я правда вас слышу? Не думаю. Неужели я и правда вас слышу? Или у меня уже крыша едет? Я не знаю. Я не знаю. Я тоже. Это сквозной какой-то проход. А это? Если меня что-то поджидает, то из-за чего я упала? Нет, хватит сомневаться. Если я отсюда не выберусь, мне конец. Вот! Выход! Астрогатор, я близко. Я здесь. Проклятие. Я надеялась, что на этот раз меня кто-то услышит. Простите меня. Ясно. Я иду. К сожалению, уже слишком. Да нет, я иду уже, блин. Ну, пожалуйста, нет. Пожалуйста, подождите. Для меня было честью служить с вами. Ну, нет. Ну, почему? Я не хочу здесь с этими вот этими дурацкими штуками жить. И все-таки я не... О, ясно. Я получил ваш сигнал СОС. Да, я здесь. Докладываю, связь восстановлена. Проверяю, связь снова работает. Повторяю, связь снова работает. Наконец-то, ясно. Вы даже не представляете. Рад снова слышать ваш голос, доктор. Я слышала вас все это время. Ясно. Что вы такое говорите? Я и сама не до конца понимаю. Ладно, это сейчас не главное. Что это было? Ясно, вы меня... Кажется, у меня галлюцинации. Да, я еще здесь. Но я не знаю, сколько продержусь. Вы в опасности? Можно и так сказать. Я просто пройду. Вот так. Передо мной что-то прожгло в стене дыру. И теперь эта махина шагает. У нее ноги, как у краба. Проклятие. Убирайтесь оттуда немедленно. Вы знаете, что это такое? Кажется, я узнаю эту железку. Нет, я не узнаю эту железку. Я играла в Атомик Харт, конечно, но там такого не было. Есть у меня одно предположение. Кажется, он от меня отдаляется. Превосходно. Как Альянсу удалось добраться сюда так быстро? Как робот Альянс умудрился попасть сюда до нас? Самому интересно. Возможно, разведка ошиблась. Так, ну я в проход. Вижу проход. Он слишком... Черт! Что? Он еще здесь. Он еще здесь. Я застряла. Не пошевелиться. Он движется ко мне. Ясно? Не молчите. Он уже совсем близко. Бежать некуда. Он уже совсем близко. Он меня раздавит. Маленький. Мне конец. Зонт отвлек его. О боже. Круглый. Мой герой. Понятия не имею, как мне удалось выжить. Это все зонт. Я в порядке. Это все зонт. Как будто даже не знаю. Я видел данные. Зонт подал сигнал бедствия, а затем выполнил несколько указаний, которые я не давал. Сейчас он на команду не отвечает. Попробую разобраться. Так, я нашла какую-то коробку. И переключатель. Возможно, от бортового журнала. Можете достать записи. Посмотрим. Покажу, он больше не встанет. Я бы не была так уверена. Ой, тоже фотокарточки. Вы были правы, астрогатор Альянс уже прибыл на планету. Они даже развернули полевую базу. Как же штаб умудрился так сильно ошибиться? Согласно разведданным, непобедимый должен был прибыть только через две недели. Полагает вопрос, лучше адресовать вам. Так, у них вон даже машины есть какие-то. А это я. Это немного... Еще немного, и мне бы пришлось соскребать. Зонт. Он отвлек антимат на себя. Да, вы так говорите, будто он сделал это намеренно. Он потому что... Я так думаю. Как еще это объяснить? Совпадение? Не думаю, астрогатор. Бедный круглый. Вон он. От него почти ничего не осталось. Зонт еще недавно передавал сигнал, может получится извлечь его ядро. А зачем нам его ядро? Фотографии. Благодаря этому зонду я была не одна. Мне жаль, ясно. Может еще его получится восстановить, да и вообще... Ой, я будто потеряла еще одного товарища. Не отчаивайтесь, это ведь просто машина. Все равно немного... Как будто потеряла товарища. Последнего. Я все еще с вами. Вы на орбите, Новик. Так, вот еще была штукень. Это ядро, видимо. Кажется, остыло. Вы про ядро зонда? Угу. Говорят, чтобы завоевать человека, нужно покорить его сердце. Хотя, на самом деле, покорить нужно его мозг. Вы ведь понимаете, что это всего лишь метафора? Да, избитый и экономически неверный. Там, мне кажется, она сказала, надо украсть его сердце. Мне кажется, она сказала слово «стил». Дело плохо, не одно, так другое. Что на этот раз? В вашу сторону движется грозовой фронт. Не было печали. Знаю, доктор. Прошу вас, собирайтесь с силами, осталось немного. Не забывайте, что Альянс близко. Минуточку. У вас ведь есть конкретный прогноз, раз уж я в непосредственном... в непосредственной близости. Конкретного прогноза у меня нет. Нужно больше информации. Вы упустили из виду самое важное. Я все еще должна спасти Горского? Не знаю, как истолковать ваше молчание. Я собирался позже с вами об этом поговорить. Мне очень жаль. Что? Его показатели? Нет. Не продолжайте. Я поняла. Вы сделали все возможное. Нет. Я делала то, что посчитала нужным. Перестаньте, доктор. Он умер. Не из-за недостатка кислорода. Он сорвался и истек кровью. Довольно, проклятие. Гроза становится сильнее. Кстати, насколько у нас прервалась связь? Примерно на 20 минут. Самые долгие 20 минут в моей жизни. Всего-то мне казалось, что гораздо дольше. По ощущениям, как будто вечность. У меня от стресса начались галлюцинации. О! Я сейчас как на вездеходике уеду. Астрогаторы, я нашла их транспорт. Все. Нет, вездеход. Все, я на водительское сидение. Здесь ни души. Вы уверены? Осмотритесь, пожалуйста. Чисто? Никого нет. Только я. Вы как будто разочарованы. Хотелось бы с кем-нибудь встретиться. Я просто устала. Я не хочу ни с кем видеться. Напротив. Мне даже спокойнее. С альянсом лучше не пересекаться. Я полностью с вами согласен. Хотя я была бы не против. Я была бы не против. Он же мужик. Новик же было написано, что это Новик говорит. Ну, в общем, видимо, нам пешком туда. Ключей под ковриком никто не оставил нам. Чё? Чё? Туда нельзя идти. А куда идти? Узнаете? А, узнаете, зачем Альянс явился. И чем он занимается здесь. А я почём знаю? У меня больше зонда нет даже. Вообще, видимость нулевая периодически. Я пришла вот отсюда. Когда смотришь на красивые виды, часы бегут как минуты. Я с вами не соглашусь. Очень красиво, но хотелось бы выбраться. Регистри похож на духовку временами. Да чё аж мне сделать-то? Может, это глюк какой-то? Мне явно сюда. Ну, больше нет никакого прохода. Ничего не понимаю. Вездеход меня не пускают. А как я выясню ещё что-то? Это их единственный след... А-а-а! Здравствуйте, я тут у вас присяду. Заведите. Заведу сейчас. Что? А! Двигатель завёлся. Дверь, может, закроем? Тогда чего же вы ждёте? Пора убираться. О, всё, уезжаем. Мы уезжаем. Кошмар какой. Какой ужас. Покиньте город. А, ну вот, видимо, я вот так туда и поеду. Как условие? Еду, не молчите. Проклятие! Прямо перед капотом долбануло. Даже если достанется... Так, ну да, вездеходу достанется. И всё-таки лучше вам помолчать. А, ну лекция по физике мне сейчас не нужна. Так, что... Так, меня успокоит тишина. Понимаю, тогда я помолчу. Прекрасно. Мне как раз некогда читать всю эту муть. Может, сюда? Ой, 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 ой. Сдаём назад. А как мне теперь? Оп. Сейчас вот сюда. Давай, поехали. Оп. Опа. Так, тёха. Так, я... Никогда не буду сдавать на права. Так, всё. Всё нормально. Я еду. Мама. А эти штуки, они все металлические. Они, наверное, вообще как это... Приманивают на себя это всё вот это. Там была лекция по физике. Я ничего не успела прочитать. Извините, я за рулём. Занята немного. Туда. Туда. Сюда. Куда. 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 Я не знаю. Мне кажется, что-то неправильное сделала. Что-то я сделала неправильное. Вам не кажется так? Мне надо каким-то образом выехать из этого города. Каким маршрутом мы это сделаем, в целом, я думаю, безразлично. Я въезжаю в пещеру. А я въезжаю в стройку. Гроза утихла. Я снесла камень. Ну, я всё докладываю, что происходит. Так. Что-то так нервно. У меня даже ладошки потеют. Я нашла, где можно спрятаться. И нет. Конструкции остались позади. Это обычное каменное образование. Вам не помешает отдышаться. Хочу попросить вас только об одном. Можете найти номер? Номер модели вездехода. Зачем? Есть одна мысль, но всё зависит от модели. Эммит 2001. А, так значит, вы должны помнить Windows XP. Так, посмотрим. Отлично. Эммиты оборудованы чёрными ящиками. Найдите его. Сомневаюсь, что он такой в салоне. А, может и да. Нашла чёрный ящик. Действительно, прям в салоне. Но он под замком. Под каким ещё замком? Они сменили комплектацию. Замок нигде не упоминается. Где вы вообще достали в каталогах оборудования? Ладно, не важно. Что мне делать? Хм... Надо подумать. Не знаю, поможет ли. Но Альянс называет чёрные ящики регистраторами. Эврика. Вход для кабеля. Так, хорошо. Гнездо я нашла. Кажется, я нашла нечто похожее. Подключите к нему мозг зонда. Не выйдет. Штекеры к этим гнёздам не подходят. Снаружи у нас с ним разное снаряжение. Но, скажем так, внутренности одинаковы. Кабель в задней части ящика должен подойти. Одинаковы внутренности, значит. Прямо как у людей. И чё? В задней части ящика. Есть контакт. Секунду. Отлично, доктор. Сигнал установлен. Что дальше? Дальше можете наконец-то отдохнуть. Просмотр всех записей займёт немало. Немало. Всё, давай поспим. Вездеход был подключён к базе. Подождите. Да, кстати, написано база 2. А где сама вот эта штука? Я вообще не понимаю, что здесь должно быть-то. А, сигналов с базы нет. Всё, спи. Советую вам прилечь. Не знаю, смогу ли я заснуть. Ладно, попробую уснуть. Давай. А, чёртова бесс... Заснуть! Засыпаем. Засыпаем. Прекрасное время для этого, мне кажется. Интересно, а тут несколько концовок или чё? Дело плохо, мне одно, так другое. Что? Что опять? Что на этот раз? А, ваш сторон движется. А-а-а! Он просматривает, прослушивает записи. Что вы хотите сказать? Вот запись их вездехода. Очевидно, Альянсу удалось дешифровать наш... О-о-о! И что нам теперь делать? Нужно сменить частоту и ключ шифрования. А какой в этом смысл? Как только мы выберем новый канал, они услышат и тоже на него настроятся. Просто посмотрите на мозги зонда. А что с... Просто посмотрите внимательнее. Я переключаюсь. Так, а я вижу новая частота. Первый воздушный канал, второй воздушный канал, третий воздушный канал. А? А как я должна это понять? Ну, первый пусть будет. Не знаю. Второй пусть будет. А, ну так тогда надо было, чтобы вариантов было еще четвертый, пятый, там шестой. Я аж не понимаю. Два. Семь. Так, еще раз. Три. Два. Семь. Фига какая технология вообще. Дальше идут... Ясно. Ясно? Слышу. Отлично. Так мы выиграем немного времени. Итак, что будем делать дальше? М-м-м, вам стоило бы еще отдохнуть. Да. Но теперь это я уже точно не засну. К тому же, меня больше не задерживают. Гроза утихла. Ладно. Не стоит эвакуироваться прямо из города. Слишком рискованно. За его пределами должно быть безопаснее. Я посмотрел фотографии окрестностей. Значит, мне возвращаться на корабль? Вам нужно лишь уйти подальше от скопления металла. Принято. Просто уйти подальше. К чему вот эти выборы на время, когда они вообще никак не влияют на диалог? Не очень понимаю. Покиньте город. На этом драндулете или как? Ага. На драндулете. Так вы сказали сразу. Все, я поехала. Давайте. Бывайте. Астрогатор. Думаю, я уже достаточно далеко. Передо мной большое открытое пространство. Астрогатор, отсюда даже город не видно. Так, стрекоза, прием. Вы меня слышите? Да, да, слышу, прошу прощения. Я был в лазарете. Все чисто? Все чисто. Одну секунду. Я изучаю фотографию со спутника. Так, осмотрел, и что? Как он в состоянии стабильный? Но! Нет никаких но, скоро сами его увидите. Есть! Сектор АЗ-25. Так, проверьте, можно ли там сесть. Это где, вот тут? Или что, не пойму. Точка обзора. И что? Ага. Куда вы показываете? А, вот. Как я и сказала, выглядит подходяще. Открытое место, ровная поверхность. Превосходно. Отправляйтесь туда. А мне надо пешком туда отправляться? Или я могу сесть на прекрасный драндулет? Значит, это конец? Вы заберете меня, и мы полетим домой. У нас нет другого выхода, доктор. А вы ведь понимаете, что у нас там что-то какие-то минимальные потери. Естественно, я хочу вернуться. Нужно рассмотреть другие варианты. Даже не думайте. О чем? Я даже не договорила. Я знаю, о чем вы думаете. О том, чтобы вернуться за телом Горского, связаться с Альянсом, или продолжить исследование самостоятельно. Это не варианты, а верная смерть. Не забывайте, что у нас остался всего один посадочный аппарат. Как командир, я должен в первую очередь заботиться об экипаже, видимо, он сказал. Только потом я смогу отправить... Так, дорога на базу Альянса. Нет, они какие-то чокнутые. Я к ним не хочу. Нет, а в смысле? А так что, игра закончится? Он меня заберет? Он меня заберет, и я уеду? Нет. Мы пойдем другим путем. Мы поедем на базу Альянса. Сделаем вид, что мы перепутали. Мало ли, ну подумаешь. Ничего такого. Дело с житейской планетой незнакомое. Навигатор не работает. Астрогатор, вы прекрасно понимаете, в каком я остаюсь. Ясно. Вы с ума сошли. Вы направляетесь прямиком на базу врага. Это единственный способ выяснить, что там происходит. Что случилось с нашими товарищами? Я буду там через несколько часов. Часов? Вы еще можете повернуть назад. Нет, если будете меня уговаривать, я просто выключу связь. Ладно, я не буду настаивать. Но поймите, в какое положение вы меня ставите. Вы можете улетать. Ну, задержитесь еще. Чуть-чуть. Я понимаю. Но не могли бы вы задержаться еще на несколько часов? Мне и так нужна ваша поддержка. Я, как всегда, хочу... Так, прошу не выключать радио. Я никуда не улетаю. Вот так вот. Как из начальства веревки, Вить. Вот так вот так. Вот так. Сказала, остаюсь. А реально могла игра закончиться на этом? Типа такой садишься, улетаешь. В целом. Вполне себе вероятно. Я вот такую прошу. Почему? Ой. Что-то так долго, черный экран, что может... Может, значит, там титры готовят. Бобину с титрами. Вы приближаетесь к их координатам. Ясно? Да. Я понимаю, что уже никак не смогу заставить вас передумать. Просто будьте осторожны. Сначала понаблюдайте за ними издалека. Осторожность. Так, я буду осторожна, как и всегда. Так, иду против приказов. Не значит, что я буду вести себя безрассудно. Радует, что даже во время акта неподчинения вы остаетесь профессионалом. Я дам знать, когда... Тогда вам нужно спрятать вездеход за поворотом или выступом. Когда мы оценим вооружение лагеря, сможем решить, что делать дальше. Поняла вас. Ну и что? За каким уступом? Я вообще пока никого не вижу. Не понимаю, про какую уступу идет речь. Поэтому я просто еду. Что это было? Я установил предупреждающий сигнал. Вы уже достаточно близко. Они могут вас заметить. Ну все, выходим. Мама. Все. Постой здесь. А, вон, до укрытия надо доехать. Вон, я поняла. Я поняла. Все. Запрягай коней обратно. Сейчас мы вот тут оставим. Вездеход. Вот тут оставим. Все. Так, вездеход я спрятала. Теперь еще нужно найти подходящее укрытие для вас. Такое, чтобы было... Ага. Че? Так, летающий объект над базой пролетает какой-то объект. Можете описать подробнее? Высотой до нескольких... До нескольких... Так. Похож на аэростат. Может быть, и аэростат. Может, так. Это вас не удивляет? Чтобы летать, не обязательно нужны реактивные двигатели. Есть маркировка. RB1. Что это значит? Это идентификатор обозначает разведывательный аэростат. Насколько он далеко от вас? Метров 400. Ближе, чем хотелось бы. Вы можете быть в пределах дальности его камер. И чего? Ну, я вот сюда залезу. Ясно добралась до полевой базы Альянса. Проведите разведку. Это полевая база, многомодульная, рассчитана на несколько десятков человек. Хорошо оснащена. Тут куча транспортеров. Неудивительно. Для миссии с большой командой транспортные модули важная часть лагеря. Напомните, сколько человек должно было быть на непобедимом? Больше ста. Прекрасно. Что, все? Нет, наверное, еще что-то. О, антимат. У них есть второй антимат. Как будто одного было мало. Он работает? Вряд ли, но кто его знает. А люди, вы кого-нибудь видите? Да. А вон, вон, идет же. Я кого-то вижу. Только одного? Пока да. Это все? Думаю, да. Тогда продолжайте. Будем считать, что их оборудование уже засекло ваше присутствие. Или скоро это сделает. Больше нет смысла откладывать неизбежное. Я рада, что осталось. Все равно хорошо, что я остановилась. Мне чуть спокойнее от того, что меня не ждут вооруженные до зубов вояки. Мне тоже, доктор. Аналогично, аналогично. Что-то мне указывает вот эта штука, между прочим. Пока не буду ее убирать. О, а может быть достанем вот эту фигню? Вообще ничего полезного. А, это, наверное, он указывает мой вездеход. Понятно. Ну, что такое? Какие-то они камни, что ли, помечали. Можно было более яркую красочку выбирать для того, чтобы помечать. А меня здесь... Ой, а слушайте, а у нас уже опять... Опять серия закончилась. Ну, сейчас сохранение будет. Скорее всего, мы скоро потеряем контакт. Поэтому, слушайте, вы угодили в крайне рискованную ситуацию. Нельзя доверять Альянсу или ждать, что они кинутся нам помогать. Если что-то пойдет не по плану, я сделаю все возможное, чтобы добиться вашего возвращения в Содружество. В прошлом случае, пойдем на обмен пленными. Пленными? А пока что, наладьте с ними контакт и во время допроса не сопротивляйтесь. Астробиологи редко обладают секретной информацией Содружества. Я не буду плясать под их дуту. Я что, вам шпион какой-то? Справедливости ради, они крайне эффективны. Я не буду сопротивляться. Думаю, столкнувшись с общей угрозой, мы найдем общий язык. И сможем сотрудничать. Оставив политическое противостояние. Хорошо, доктор, но даже если не брать в расчет десятилетия взаимной вражды, не забывайте про человеческую натуру. Homo himini lupus. То, что вы хотите с ним поговорить, не значит, что он хочет поговорить с вами. Думаю, скорее они будут задавать вопросы, а вы отвечать. Окей! Хотя, это, между прочим, не окей. Куда мне? Это какая-то непонятная фигня. Мне сюда не надо. Мне, наверное, надо подальше. Они какие-то бурительные штуки привезли. Что они здесь собирались делать? Спасибо вам за службу. Хочу, чтобы вы знали, что всегда были справедливым командиром, хоть и весьма строгим. Я просто хочу сказать, что... Оставить, доктор. Все, что вы скажете... Все это вы скажете мне лично, когда вернетесь. Ясно? Ясно. Это я, ясно. Кудой? Наверное, вон... Ну, какие-то вагончики стоят. Нам, наверное, туда. Мне показалось, что ты как-то сделал так. Нет, не так. Да что ж ты вообще бегать-то не умеешь? Ну вот, ну совсем чуть-чуть надо было пробежать. Ну астронавты! Ну е-мое! У меня большой вопрос к астронавтам в играх. Как вы передерживаете перегрузки, если вы не умеете бегать? Доступ на базу закрыт силовым полем. Хм. Если это аммитеры дикара, это наиболее вероятно. Так, с другой стороны входа нет, я проверю. С какой еще другой стороны? А меня откинет, если я пройду? Нет. С какой другой стороны-то? Нет, тут никакой дороги. Попробую тут, не знаю. Меня вот бесит, что она не может бегать. Потому что ходить тут большие как бы локации, а ходит она пипец медленно. Тут... Фю, какая-то вода зловонная, наверное. Я где-то слышала, что различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь стойкая иллюзия. Это чья-то цитата? Да? Не знаю, почему она пришла мне на ум. Потому что опять запыхалась после трех секунд бега. О! Я нашла вход, а давайте сохранимся. Странно. Здесь никого нет. Вот, сохранение. Никого. Даже если их в лагере немного, кто-нибудь бы вас заметил. Я же не слепая здесь. Правда, никого. Это может быть какая-то уловка. Не души. Для вас будет безопаснее, если первый шаг сделают они. Но если вы все еще никого не видите... Ладно. Заходите на базу. Только медленно и с поднятыми руками. Мы так и сделаем, но уже в следующей серии. Потому что я опять увлеклась. Ну, короче, главное, до сохранения мы дошли. Блин, интересно. Вот прям интересно. Что случилось? Почему все умирают? Что за альянс? И что вообще такое? Я думаю, все с ума сходят из-за какой-нибудь фигни, которую источают эти какие-то кусты непонятные. А вы свои предположения, как всегда, пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok